А сейчас приготовьтесь, я расскажу вам страшную историю. Однажды в местный женский монастырь приехал архиепископ. Чтобы удивить почетного гостя, монахиня Луиза решила украсить сад фруктами. Но не настоящими, а сделанными из марципанового теста. Архиепископ был невероятно впечатлен сходством. И с тех пор эти марципановые фрукты знамениты по всей Италии. Я, конечно, больше фанат мясного и острого, но цитируя известную телеведущую Марию Вакову, это ж каноли, это ж марципан. И находясь на родине сладостей, Сицилии, грех не попробовать. Давайте узнаем, что это такое. Ого! Блин, я как в ювелирке, только там не пахнет. Это же произведение искусства прям. Так вот же она, марципановая мандаринка. Дайте одну. И банан дайте. Ты, мама, ты видел, какой он маленький? Каноли, каноли. Один. Две вот эти вот зелененькие. Две. Да, да. Так. Ой-ой-ой. Я даже боюсь спрашивать, сколько это уже стоит. 13 евро. И знаете что? Пусть это мои последние практически деньги. Вообще не жалко. Так. Ну а теперь пришло самое время человеку с худшей работой в мире отведать эти кондитерские изыски. Пам-пам-пам-па. Та-ра-ра-ра-ра. И первая кондитерская шалость, с которой я хотел бы вас познакомить, знакома многим мужчинам в возрасте до двух и после 14 лет. Называется грудь. Ну я попробую, а вы послушайте историю о том, как вообще эта сладость появилась. В третьем веке в Палермо родилась девушка по имени Агата. Агата. Запомните. Когда девушке было 15 лет, в нее влюбился римский префект. Но, в отличие от Агаты, он был беден и не был христианином. Ну как обычно. Семьи не те, сомнения, споры, разногласия. Стандартная история. Пока что. Разумеется, девушка отвергла префекта. И тот посадил ее в тюрьму, чтобы пытать. Ну это приблизительно, как сейчас сказать декану нет. Но Агата не отрекалась от своих убеждений. И префект жестоко ее наказал. Он отрезал девушке грудь. Подонок. Негодяй. После смерти Агату причислили к лику святых великомучениц Италии. Собственно, это пирожное символизирует отрезанную грудь святого человека. Звучит, как бы, с одной стороны, и кощунственно, но с другой стороны, итальянцы балдеют от этой сладости. Как по мне, так, ну, чересчур приторно. Дворожок хорошо, смородинка хорошо, а сахара много. Сладость номер два. Традиционная сицилийская канонля. Это пирожное с сыром рикотта здесь очень популярно. Сицилийцы его просто обожают. Что же в нем особенного? Блин, ну, ребята, вы же ели трубочки со сгущенкой когда-нибудь? Ну, представьте, что в трубочке со сгущенкой вместо сгущенки просто напхали рикотты. Такое масляно-сырное что-то вот, нечто посредине, такой кремочек. Ну, сладости-сладости. Ну, и замыкает мое личное кондитерскую тройку вкусовых предпочтений сицилийских сладостей фрукта марторана. Такое вот пирожное в виде фруктов, овощей, ягод. Очень сладкое. Безумно сладкое. Похоже на какую-то... Какую-то ореховую кашицу. Дим, очень много сахара. Вот настолько много, что ты кусаешь и чувствуешь, как этот сахар тебе эмаль одирает. Не. Хоть оно с орехами, полезное. Я пас. Мне не нравится. Не понимаю, что вот это все так любят. Лучше банан съел. Не, ну Машка ж любит, надо взять ей мандарин. Женщины. 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 Редактор субтитров А.Семкин